Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен факторам риска, особенностям и трудностям диагностики хронической сердечной недостаточности у пациентов с системной красной волчанкой. В последние десятилетия продолжительность жизни пациентов с системной красной волчанкой значительно увеличилась, и основной причиной летальности стали кардиоваскулярные заболевания. Ишемическая болезнь сердца, миокардит, перекардит, эндокардит, нарушение ритма и проводимости, основные проявления поражения сердца у пациентов с системной красной волчанкой. Они обусловлены как высокой частотой традиционных факторов риска, так и самой болезнью. Сердечная недостаточность является финалом этого сердечно-сосудистого континуума, и ее декомпенсация часто приводит к летальному исходу. По скорости развития различают острую хроническую сердечную недостаточность. Острая сердечная недостаточность – это термин, который используется при резком развитии или быстром ухудшении симптомов сердечной недостаточности. Эти пациенты всегда требуют стационарного лечения, чаще всего в отделении реанимации интенсивной терапии. Мы с вами чаще можем встретиться с хронической сердечной недостаточностью, поэтому фокус на нее. Это, прежде всего, клинический диагноз, представляет собой комплекс характерных симптомов – одышка, утомляемость, снижение физической активности, низкая толерантность к физической нагрузке, отеки, застойные хрипы в легких, которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое либо при физической нагрузке, и часто сопровождаются задержкой жидкости в организме. В общей популяции распространенность ХСН в России 7-10%, причем за последние 16 лет, начиная с 1998 года, доля пациентов с ХСН в России увеличилась практически в 2 раза, с 5 до 9%, и, что печальнее всего, доля пациентов с тяжелой ХСН, это 3-4 функциональный класс, увеличилась практически в 4 раза. В общей популяции факторы риска – это артериальная гипертензия и шимическая болезнь сердца, часто их сочетание. Далее идут сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, анемия, инсульты. А вот миокардит, поражение клапанов, токсическое поражение миокарда, в том числе обусловленное лекарственными препаратами, это редкие причины развития ХСН в общей популяции. Что касается пациентов системной красной волчанкой, это уже многократно обсуждалось, публиковалось, что частота ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, артериальной гипертензии, других традиционных факторов риска значительно выше в данной группе больных по сравнению с общей популяцией. А также частота состояний, которые потенциально опасны в отношении развития сердечной недостаточности, таких как анемия, хроническая болезнь почек, нарушение ритма и проводимости, поражение клапанов, также у пациентов системной красной волчанкой встречается чаще, чем в общей популяции. Логично предположить, что и частота сердечной недостаточности в этой группе больных должна быть выше, чем в общей популяции. Как ни странно, работ, посвященных сердечной недостаточности при системной красной волчанке, очень-очень мало. Они единичные. Ваше внимание следует обратить на три из них. Первая была проведена исследование еще 20 лет назад, в 1999 году, в которой наблюдались пациенты, женщины с системной красной волчанкой, и определялась частота госпитализации по причине сердечной недостаточности в сравнении с женщинами из общей популяции. Оказалось, что частота госпитализации по причине СН у пациентов с системной красной волчанкой гораздо выше. Причем вероятность госпитализации относительный риск был максимальным в молодой группе пациентов от 18 до 44 лет. В перспективном многоцентровом исследовании, которое длилось с 2000 по 2008 год, наблюдалось 1249 пациентов. Из них 79 пациентов были с системной красной волчанкой, и у этих 72 было описано 97 кардиоваскулярных событий. Так вот, доля сердечной недостаточности из этих 97 кардиоваскулярных событий была четверть, 25%. Какова же была основная причина, приводящая к сердечной недостаточности у пациентов с СКВ? В 50% случаев это была высокая активность системной красной волчанки. На втором месте стояла ишемическая болезнь сердца. Она была выявлена в 21% случаев сердечной недостаточности. У 29% пациентов были выявлены другие этиологические факторы, приведшие к сердечной недостаточности. Механизм развития сердечной недостаточности при СКВ до конца не изучен. Считается, что высокая частота традиционных факторов риска с аутоиммунными реакциями, с хроническим воспалением, с определенными клиническими проявлениями СКВ, а также иммуносупрессивная терапия совместно либо независимо друг от друга приводит к высокому риску развития сердечной недостаточности. Год назад, в феврале 2017 года, были опубликованы результаты очень масштабного исследования, в котором наблюдалось более 45 миллионов американцев, наблюдавшихся с 1999 по апрель 2016 год и обращавшихся в разные клиники США по абсолютно разным причинам. Из них 95 400 были пациенты системной красной волчанки, это 0,21%, и частота сердечной недостаточности у этой группы больных была значительно выше, чем у всех остальных обратившихся. При этом относительный риск развития сердечной недостаточности превышал такой в общей популяции в 4,6 раза. Его максимальное значение было у молодых пациентов мужского пола 20-24 лет, и этот относительный риск составил какое-то колоссальное значение 65. У женщин он был чуть ниже, но тем не менее также очень высоким. Проведя многофакторный анализ, исследователи определили основные факторы риска, приводящие к сердечной недостаточности у пациентов системной красной волчанкой. Как и в общей популяции, первое место было отнесено артериальной гипертензии, а вот дальше идет отличие от общей популяции. На втором – это клапанное поражение сердца. И на третьем месте, опережая даже ишемическую болезнь сердца, системная красная волчанка впервые определена как независимый фактор риска развития сердечной недостаточности. Также высокий риск развития сердечной недостаточности выявлен у пациентов с хронической болезнью почек, анемией, перенесенным инфарктом миокарда в возрасте старше 65 лет у пациентов мужского пола системной красной волчанкой. В совпадении с общей популяцией идет по трем показателям. Это артериальная гипертензия, ЭБС и инфаркт. В остальном идет большое отличие. В 2016-2017 годах были опубликованы рекомендации по диагностике и лечению хронической и острой сердечной недостаточности европейским кардиологическим обществом и российским кардиологическим обществом. Эти все рекомендации есть в свободном доступе. Согласно ИМК, первоначальным методам исследования для верификации сердечной недостаточности относятся определение натриуретических пептидов, проведение электрокардиографии и эхокардиографии. Также был разработан строгий диагностический алгоритм для ХСН. Он состоит из трех этапов. На первом этапе определяется оценка факторов риска наличия АГ и БС факта миокарда, осмотра с выявлением клинических проявлений возможных сердечной недостаточности. И если имеются любые изменения на ЭКГ либо наличие одного из факторов риска и каких-то симптомов при осмотре, то дальше пациент автоматически переходит на втором этапе, где следует определять концентрацию натриуретических пептидов. Определены очень четкие нормальные значения для БНП и НТПРО-БНП. Это мозговой натриуретический пептид, для БНП-35, для НТПРО-БНП-125 пикограмм на миллилитр. Если у пациента нормальные значения этих биомаркеров, то диагноз сердечной недостаточности маловероятен. Если они превышают данные значения, то следует переходить к третьему диагностическому этапу в проведениях и кардиографии, где, если там выявляются определенные изменения, то выставляется диагноз сердечной недостаточности, определяются теологические факторы, начинается лечение. С какими трудностями мы можем столкнуться, применяя данный диагностический алгоритм пациенту с системной красной волчанкой? Во-первых, по оценке факторов риска, как я уже сказала ранее, сам диагноз системной красной волчанки определен как фактор риска развития сердечной недостаточности, опережая ишемическую болезнь сердца. Соответственно, все пациенты уже с диагнозом системной красной волчанкой, согласно данному алгоритму, должно у нас автоматически переходить на второй этап, и мы всем должны определять концентрацию натриолитических пептидов. Кроме того, относительно симптомов, все прекрасно знаем, симптомы сердечной недостаточности, по большинству из них идет совпадение с клиническими проявлениями собственной системной красной волчанки, особенно с поражением почек, сердца и легких. Таким образом, практически 100% пациентов должны определять концентрацию натриолитических пептидов. Натриолитические пептиды – это антагонисты ренино-ангиотензин-альдерстероновой системы. Вырабатываются они кардиомиоцитами желудочка в сердце в ответ на повышение напряжения в сердце. Они широко и давно используются кардиологами для определения, для скрининга сердечной недостаточности, оценки ее тяжести, а также мониторинга эффективности проводимой терапии. Все не так просто обстоит с концентрацией этих пептидов у пациентов с системной красной волчанкой. Работы, опять же, мало, их они единичные, всего три. Все три работы по определению BNP-NT про BNP у пациентов с системной красной волчанкой проводились на фоне терапии глюкортикоидами и цитостатиками. Тем не менее, во всех этих трех работах показано повышение концентрации этих биомаркеров по сравнению с контролем, но при этом превышение вот этих пороговых значений 35-125 пикограмм на миллилитр у пациентов с системной красной волчанкой на фоне терапии выявлено не было. Проводилась оценка возможных корреляций с атеросклерозом, с традиционными факторами риска, с маркерами воспаления, с показателями активности системной красной волчанкой, с амологическими показателями СКВ. Никаких корреляций выявлено не было. Мы в нашей лаборатории также провели определение концентрации НТПРО-БНП у пациентов с системной красной волчанкой, но наше отличие было то, что мы брали пациентов нелеченных до назначения иммуносупрусивной терапии. Также выявили повышение НТПРО-БНП у пациентов с нелеченной СКВ по сравнению с контролем, и впервые у 64 пациентов нелеченных было выявлено повышение порогового значения в эти пресловутые 125 пг на мл без признаков сердечной недостаточности, принесенного инфаркта миокарда и БС. На этой таблице суммированы корреляции возможные. Как вы видите, НТПРО-БНП в предыдущих исследованиях коррелировал с длительностью волчанки, с индексом СЛИК, с креатинином и с различными эхокардиографическими показателями, которые отражают патогенетический механизм синтеза этого биомаркера. В нашем исследовании, это последняя строка, возможно, потому что это были нелеченные пациенты, мы выявили корреляцию данного биомаркера с показателями, иммунологическими показателями волчанки, также с креатинином, со скоростью клубочковой фильтрации, ну и с эхокардиографическими параметрами. Итак, возвращаемся к диагностическому алгоритму ХСМ у пациентов с системной красной волчанкой. Как мы видим, 64% согласно нашему исследованию невечных пациентов с СКВ будут иметь превышение значения НТПРОБНП, больше 125 пикограмм на миллилитр, и они автоматически переходят к третьему диагностическому этапу, это проведение эхокардиографии. Ну здесь ревматологи чувствуют себя уверенно, потому что эхокардиография показана всем пациентам системной красной волчанкой, в первую очередь для выявления перикардита, поражения эндокарда, измерения среднего давления в легочной артерии. Если имеется помимо данных изменений, еще изменения характерные для сердечной недостаточности, то как бы выставляется диагноз и ХСМ, и кардиологи подключаются к нашему ведению совместного пациента. Эхокардиография – дешевый, рутинный метод. Он используется не только для верификации диагноза сердечной недостаточности, но и для определения типа сердечной недостаточности. Существует три типа классификации сердечной недостаточности – по функциональному классу, по стадиям и по значениям фракции выброса левого желудочка. Данный тип классификации современный, он используется во всех клинических исследованиях, посвященных сердечной недостаточности, начиная с 1990 года, и согласно ему определяют хроническую сердечную недостаточность с низкой фракцией выброса менее 40%, с промежуточной сохраненной. У пациентов с системной красной волчанкой, как у пациентов с ревматоидным артритом, преобладает сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка. Там есть свои особенности в лечении, и кардиологи должны об этом помнить. Мне еще хочется обратить ваше внимание, коль уж мы ревматологи, всегда получаем пациента с системной красной волчанкой с результатами эхокардиографии. Пожалуйста, обращайте внимание на субклинические предикторы сердечной недостаточности у этих пациентов. Это понятие «субклинические предикторы» ввела я сама. Как я их выделила из данных классификационных критериев? По эхокардиографии, если вы видите, что есть диастолическая дисфункция левого желудочка, гипертрофия левого желудочка, либо дилатация левого предсердия, значит, это пациент, который в дальнейшем, возможно, может развить хроническую сердечную недостаточность, и, соответственно, этого пациента следует уже направить к кардиологу, возможно, уже для раннего назначения кардиопротективной терапии, для профилактики возможного риска СН, либо хотя бы для динамического наблюдения за данными показателями, для того, чтобы не пропустить это и вовремя вместе ввести его с кардиологом. Частота этих субклинических, перечисленных мною, проявлений, по данным литературы, которых просто две работы, следующая, гипертрофия миокарда левого желудочка, по данным эхокардиографии у пациентов со СКВ в отсутствии сердечной недостаточности встречается в 20% случаев. Диастолическая дисфункция еще реже, но если мы будем проводить пациентов МРТ сердца, то данное изменение выявляется гораздо чаще в 61% случаев. Резюмируя свой доклад, хочется отметить, что у пациентов системной красной волчанкой имеется повышенная частота сердечной недостаточности, особенно в молодом возрасте с высокой активностью болезни. Имеются свои особенности факторов риска, отличающиеся от общей популяции. Особенно это поражение клапанов сердца, хроническая болезнь почек, анемия и собственная системная красная волчанка и ее высокая активность. Концентрация натриуретических пептидов может превышать нормальные значения, которые так строго определены кардиологами, 35 для БНП и 125 для НТ про БНП. Соответственно, они могут быть повышенными у нелеченных больных даже в отсутствии признаков сердечной недостаточности. И наличие структурных изменений по данным их кардиографии, также их функциональных изменений, таких как гипертрофия левого желудочка, дилатация левого предсердия, диастолическая дисфункция левого желудочка, являются показанием для динамического кардиологического контроля, если они сохраняются, несмотря на кардиопротективную терапию, либо просто сохраняются в динамике, может быть, иметь смысл измерить концентрацию натриуретических пептидов, посмотреть их в динамике, и, возможно, уже ввести этих пациентов как с хронической сердечной недостаточностью, которую, возможно, мы или кардиологи еще не выявили. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, вопросы? Центра Александровна, расскажите, пожалуйста, вот все-таки ваше мнение. Если вы видите пациента с системой красной волчанкой, у которого нет серьезных изменений по эхокардиографии, то есть фракция выброса сохранена, полностью не расширена, но вы находите все-таки высокий уровень или повышенный уровень проб НП, вы это как будете трактовать? К сожалению, ко мне практически не попадало пациента, в котором бы вдруг решили посмотреть НТПРОБНП, потому что это дорогостоящий достаточно метод, если не направили кардиологи на это исследование. Если бы это превышать, если есть такие факторы риска, как хроническая болезнь почек, ну, либо нефрит, перенесенный в анамнезе, артериальная гипертензия у данного пациента, и, наверное, я буду его ввести как ХСН-1 вместе с кардиологами, назначая минимальные кардиопротективные препараты, то есть совместно. Спасибо. Да, Вин Валерьевич. Как Вы объясняете, такой низкий процент появления диастолической дисфункции, 8%? То есть вообще, принято считать, что при гипертрофии любой гипертрофии левого желудка, при любом расширении левого пресердия диастолическая дисфункция должна быть. А у Вас получается, что с гипертрофией 20% это самое расширение пресердия тоже частый симптом, а диастолической дисфункции нет. 4,8%? Это всего две работы, которые раз... Вот такой у них разброс. У пациентов... Это субклинические проявления, то есть без диагноза ХСН. Пациенты, возможно, у кого-то из них есть артериальная гипертензия, работы эти были опубликованы функциональными диагностами, вот которые просто брали их в кардиографию, там есть диагноз СКВ, и выдавали. Вот такие вот есть изменения. Не знаю, честно говоря, не знаю, как это трактовать. Возможно, это все-таки диастолическая дисфункция левого желудочка может встречаться и в отсутствии гипертрофии левого желудочка. Так же как... Обратная не должна быть. после боя гипертрофии должна проведать диастолическая дисфункция. Либо вот через год, если мы возьмем пациента, мы еще раз проведем их кардиографию, частота этой диастолической дисфункции будет выше. Не знаю. Вот будем над этим работать. То есть только-только начали, что называется. Ссылаюсь я всего лишь на две работы. Обе проведены в Турции. Да, конечно. — Алена Игоревна, где из Найдеры наверное один общий вопрос, как сказать, у вас будет разное. По поводу Белиму-Мама, естественно. Значит, вот получается, посмотрев на результаты Алены Игоревны по этому поводу, получается, что следствия Белиму-Мама совсем непростое дело. Вот если вообще возможно, да? Все, кто пытался слезть, закончили обосстрелить. Вот. Если с этой точки зрения относить, насколько хорошо перелезание из платьев глюкокортикоидов на хороший Белиму-Мам, много ли мы при этом выигрываем? Спасибо, Евгений Валерьевич, за вопрос. Как всегда, такой многослойный. Я думаю, что, наверное, речь идет о том, сколько кортикостероидов использует пациент. Если это речь идет о том, что слезть с умеренных доз кортикостероидов, я не знаю, там 20-30, наверное, да, имеет смысл. Если у нас пациент получает низкие дозы все-таки считаются 7,5 и менее, такого закона ревматологически, если у нас пациент получает 7,5, наверное, не имеет смысл подключать бельнист, чтобы слезать с этой низкой дозой. Мне кажется, что здесь вопрос персонифицированной медицины играет свою роль. Не могу не согласиться со своей коллегой, но на самом деле действительно вопрос лежит только в одной плоскости, что мы хотим добиться от этой терапии. То есть, есть мнение многих, допустим, некоторых ревматологов, которым неизвестно, что бельмумаб это препарат, который не очень понятно зачем давать и очень узкий коридор этих пациентов. Не могу сказать, что этот коридор узкий и, к сожалению или к счастью, наши пациенты находят хороший эффект на фоне препарата. В основном я бы сказала, что это действительно две ситуации, когда мы даем препарат максимально эффективен. Первое, это все-таки уменьшение дозы глюкокортикостероидов, в моих случаях вы видели, речь идет как раз о уменьшении дозы гормонов с 4, 5, 6 таблеток метипреда и, безусловно, здесь давать или не давать бельмумаб вопроса не возникает. Безусловно, давать, потому что после 30-20 миллиграмм метипреда в течение многих лет наши пациенты будут иметь соответствующий вид в дальнейшем. это будут тяжелейшие остеопорозы, гипертонии, стероидно-сахарный диабет, и это будет очень ужасное качество жизни. Второй момент, который, я бы сказала, является даже более частым, чем первый вариант назначения бенлиста, это все-таки неконтролируемое течение заболевания. Когда мы имеем регулярные рецидивы и отсутствие достижения климической ремиссии даже в условиях средних доз глюкокортикостероидов, то есть это вот, наверное, второй пол пациентов, которым мы бенлисту будем давать, наверное, не сильно сомневаясь в своем решении. Опыт отмены бенлиста меня тоже несколько удручил, потому что действительно получается по западным примерам западных наших коллег рецидивы после отмены препарата бенлиста даже более серьезные по наличию клинических и органных поражений, даже чем до назначения этого препарата. Поэтому, но, опять же, нет огромного количества опыта, которые можно было просуммировать и сделать какие-то конкретные достоверные выводы. На своих пациентах мы действительно все, что видим на сегодняшний момент, это пока необходимость назначения препарата бенлиста. Вопрос сейчас у одной своей пациентки, которая уже в течение двух лет находится в стойкой клинико-лабораторной ремиссии при сохранении иммунологической активности и год находится на клинико-лабораторной иммунологической ремиссии с минимальной поддерживающей дозой глюкокортикостероидов 4 мг и паквенилом. Хочу увеличивать промежутки, посмотреть, что можно будет с этим сделать и какой будет ответ. Ваши женщины рожали после рожали и начали рожать, несмотря на все закрыли. Как известный факт, женщины с системной красной волчанкой вообще не спрашивают разрешения рожать им или нет. Поэтому конкретно у меня опыта родов на препарате медлиста не было пока. С этим нужно поделиться. Мы обычно отменяем все-таки. Вопрос, когда мы об этом узнали? После, конечно. Знаю, Юрий Руденко, к вам вопрос. Тактика ведения пациентов с активной системной красной волчанкой и проявлениями ЦВЗ при наличии антифосфолипидных антитела и МРТ картинного НМК. Вам предлагается выбрать два варианта. Комбинированная пульс терапия циклофосфана глюкокортикостероидов и антикоагулянтов или глюкокортикостероиды и антикоагулянты. Я бы сделала таким образом. Во-первых, разделила бы. Если цереброваскулярное заболевание, которое связано с наличием антител кардиолипидом, то есть ВСН проявление, то терапия должна антикоагулянтна. Если есть иммунологическое воспаление, то терапия должна быть в том числе дополнена кортикостероидами цитостатиками. Поэтому, наверное, скорее ближе к промежуточному варианту. А будете ли Вы выдавать вообще глюкокортикостероиды, если пациентка находится в неактивности по СКВ, но допустим изменением мы расцениваем как проявление антифосфолипидного синдрома? Смотря какой. Мы просто нашли антитела или если как у НМК нет? Наверное, нет. Да, да. Я тоже тактика видения пациентов у нас абсолютно одинаковая. Вопрос к Алене Игоревине. Ваш опыт применения бельумумаба пациентов с СКВ и нефритом. Этих пациентов не так много. одна пациентка, это которая, кстати, имела достаточно серьезное поражение почек с верифицированным орфологическим четвертым классом люпус нефритом, которая была проведена на терапии циклофосфаном, потом смена препарата после индукции ремиссии намофитиломикофенолат. Значит, у нас, несмотря на такую терапию, были проблемы с достижением ремиссии. Уровень протеинурии на момент моего осмотра был порядка 2 грамма в сутки, незначительный ретроцитурия. Уровень креатинина был порядка где-то 130-140 микромоль на литр. Добавление у этой пациентки препарата бельумумаб привело к полному оккупированию мочевого осадка и нормализации уровня креатинина. То есть, это вот такое очень удачный опыт, хотя, конечно, сомнения, когда мы решали давать-не давать, были серьезные. Вторая пациентка это пациентка с верифицированным морфологическим классом люпус-нефрита третьим. После очень разнообразной патогенетической терапии у нее оставался остаточный уровень протеинурии примерно полтора грамма в сутки без наличия лейкоцитов, эритроцитов, с нормальной азотоводелительной функцией почек. И назначение этого препарата по другим экстраренальным проявлениям привело к существенному уменьшению суточной протеинурии. на сегодняшний момент я эту пациентку видела просто на прошлой неделе уровень суточной протеинурии уже 0,6. То есть на самом деле в исследованиях, которые были посвящены, не рассматривались тяжелые формы люпус-нефрита, но в общем-то я думаю, что по этому поводу и в тяжелых случаях нужно просто накапливать свой опыт. Напомнить вам, что по ритоксимабу все исследования по люпус-нефриту провалились, однако во всем мире используют этот препарат. Да, ну и в общем-то это и особенности тех исследований, которые были представлены. Уважаемые коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Коллеги, спасибо. У нас ответов. ivel.